Пчёлка Ух ты, бух ты, какая муха полосатая Буду тебя дрессировать Давай, давай, давай Гим, а что едят полосатые мухи? Учитывая твою несформировавшуюся картину мира Я предполагаю, что ты имеешь в виду то насекомое, что сидит в банке Прежде всего, это не муха, а пчела Пчёлы питаются пыльцой и нектаром цветов Это является частью важнейшего цикла опыления А у тебя как раз есть цветочки Пчела, вас Это не еда, а важнейший эксперимент по озеленению пустыни Вот инфузория Пчела, к ноге Ну что, больной, готовы к опевации? Читловоза, что за постовонний запах в больничной палате? Это мои новые духи, араматрос Он мне так нравится Дружок Моя пчела к тебе не залетала Ой, 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 ну вообще Роза, ты помогаешь мне дрессировать пчелу Издеваешься? Она хочет меня ужалить, аааа Похоже, ей тоже понлавились возины духи Выгоните её кто-нибудь, а то я вообще не смогу отсюда выйти Пчела, к ноге Вот трусиха, пчела испугалась Эй, ты чего, отстань Уйди ты Пчел притягивает яркая одежда Помогите Фу, пчела, фу Поварено, нам папа не разрешает насекомых заводить А я сделаю вот так И мне разрешат Как меня это бесит Хм, сладко Кстати, пчелы и любят сладкое Спокойно, сейчас эта пчела у меня получит мухобойкой Дружок, не надо Вот тебе Вот, а ну стой Получай На Дружок, не надо её пугать Вот тебе Ааа, вот она Ха-ха, попалась Ну всё, ты меня достала Ну, получи Вот так тебе Ага, испугалась? Сейчас ещё получишь Ага Не надо Вот так Пожалуйста Поймаю Не пугайте Она моя Всему есть идеалу Сейчас я её достану Нет, это я её достану сама Малыш у телефона Роза Какой-то мальчик звонит Вот она Дружок, не мешай Стой, она моя Она не может подойти Потому что сидит в туалете А, малыш Алё, алё Я ещё никогда не была так опозорена Так Где эта мерзкая пчела? Перестаньте Не пугайте мою пчелу Все на одного нечестно Стой Держи Я Сейчас Молодец Молодец Ага Вот она Сейчас точно цапнет Пчела Ко мне К ноге Между прочим Скоро мама с папой перейдут Кто будет всё это убивать? Мне надо закончить опевацию А мне надо Привести себя в порядок А у меня тоже полно дел Думаю тебе будет лучше На воле Чтобы жить с Барбоскинами Нужна особая дрессировка ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Опять двойка Опять двойка Ну да Ген Сделай так, чтобы её не было, а Ну ты же всё можешь Ну пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста Ну разве что в порядке эксперимента Спасибо Генка Ты настоящий брат Давай, а то скоро родители придут Ты должен сделать эту двойку В первом раунде ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Органическая химия здесь бессильна Может, просто белой с замазкой закрасим, а? Можно и замазкой Так, так Опять двойка Ну-ка, дай сюда дневник Я его водителям покажу А вот и не покажешь О, меня мама оставила за оставшую И ты должен меня слушаться О, смотри, птичка Где? А где? Малыш, ты меня не видел? Ну ладно Малыш, куда пошёл Двужок? Я его не видел Где Двужок? Лиза, почему ты такая сердитая? Двужок опять получил двойку И хочет её стелеть А зачем её стирать? Она что, грязная? Роза, ну может резинка какая есть, а? Ну, которая чернила стирает Конечно Например, жевательная Держи Мия, это не подойдёт Давай рви ты страницу, где лов-то? Так она у меня последняя Двужок А давай твой дневник папе покажем Он точно придумает, как эту двойку вывезти Ну и достанется тебе вроде водителей Они мои двойку никогда не увидят Увидят А ты сначала дневник забери Дай сюда А вот и не дам Ой, вы в догонялки играете Стой А можно с вами? Сейчас Вот так тебе Убегай Не догонишь Малыш, не догонишь Не догонишь Я выиграл Ура Фу И правда эта двойка какая-то грязная Нужно её постирать Нужно её постирать Стой Пусти меня Вот так Всё равно водителям расскажу, что у тебя двойка Сначала дверь открой Я до тебя всё обнадрюсь Вы Вы Пусти меня Ничего Сестричка У тебя не получится Что здесь происходит? А это Лиза В прятки играет А А дужок опять Лиза, стой Лучше я сам признаюсь Мама Твой сын Растяпа Я Я Потерял Свой Дневник Что? Дружок Вот же он Хм Хе-хе-хе Я его постирал Смотри Какая теперь у тебя двойка Чистая Хе-хе-хе Хм Хм Межгалактическое сообщество Генка, а вдруг не получится? Получится Не получилось Я же говорил Раз и навсегда зарядить плеер Невозможно Я свой каждый день заряжаю А по моим расчётам Плеер должен зарядиться Раз и навсегда А почему он тогда сгорел? Э-э-э Я же его подсоединил неправильно Плюс с минусом перепутал В следующий раз всё обязательно получится Какой ещё следующий раз? У тебя же нет второго плеера Э-э-э О Нет, нет и нет И не мечтай, умник Свой плеер я тебе в жертву не отдам Вот инфудзория Э-э-э О Да, ты и я Ты и я Мы с тобой друзья Да О, Генка Ты чего? Тише, я связь для контакта настраиваю Да для какого ещё контакта? Ха С инопланетянами что ли? Да Да ладно врать-то Хочешь? Сам послушай Это их голоса Они вступили со мной в контакт с инопланетного космического корабля Который сейчас находится на орбите Земли Да ты меня разыгрываешь Не веришь? Пойдём покажу О, настоящая летающая тарелка Я первый землянин, наладивший с ними контакт Теперь я буду представлять Землю в межгалактическом сообществе Завтра утром я отправляюсь туда Для переговоров Кстати, представляешь, у них на космическом корабле есть своя футбольная команда О, инопланетянская футбольная команда! А, Гена, а можно мне с тобой на переговоры, а? Если хочешь, я могу спросить Межгалактическое сообщество, приём Мой брат-дружок хочет присутствовать на переговорах Можно ему пойти? Скажи, что я тоже футбол люблю Тсс Мы согласны принять дружка в межгалактический союз Ура! Но, необходимо, чтобы дружок подтвердил серьёзность своих намерений И подарил нам на память свой аудио-плеер Плеер? А нельзя что-нибудь другое? Если инопланетяне сказали «плеер», значит «плеер» Я имплеер! А они мне что? Вымогатели! Я не согласен! Ах, не согласен? Значит, экскурсия по космическому кораблю тебе не нужна! И членство в межгалактическом сообществе тебя тоже не интересует? А футбол с инопланетным разумом? Где бы ты мог, защищая спортивную честь Земли, обыграть всю инопланетянскую футбольную команду и забить, может быть, самый главный гол в твоей жизни? Такой гол, после которого вся Земля бы тебе кричала «Да здравствуй, дружок!» На это ты тоже не согласен? Ах, согласен! Фу, не зря я за тебя поручился! Передача «плеера» состоится сегодня ночью на чердаке! Эй, инопланетяне! Я вам тут «плеер» принёс! Только свой я, ну, вроде как потерял! Но зато я дарю вам «плеер» своего брата, Генки Барбоскина! Он точно такой же, как у меня! Даже лучше! Его теперь вообще больше заряжать не надо! В общем, давайте! До завтра! Вот инфузория! А откуда у тебя этот «плеер»? Дружок дал послушать за то, что я маме не расскажу, кто в школе окно у вас бил! Лиза, а ты когда-нибудь слышала про межгалактическое сообщество? Нет! Пойдём, я тебе кое-что покажу! Матч! Как это не прискорбно! Но ты, дружок, остаёшься за старшего! Хотя я бы больше доверял малышу! Ага! Учти! Родители сказали, что малыша нужно обязательно накормить и обеспечить ему максимально полезный для ребёнка досуг! Да понял, понял! Ой, просто поиграй с ним! Хотя я бы рекомендовал ещё обязательно посмотреть научно-познавательную передачу про жизнь грибов! Какие грибы! Ты с ума сошёл? Сегодня по телеку финал чемпионата мира! Неважно! Главное, поиграй и накорми! Да не вопрос! Малыш будет поигран и закормлен! Э-э-ой! Покормлен и заигран! Ой! Э-э-в общем, будет в шоколаде! Ладно, я уже опаздываю! Ха! Можешь на меня положиться! Эх! Хе! А? Болейте с нами! Кричите с нами! Свистите с нами! Ведь сегодня финал! Надо, надо, надо! Гол! 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 Ура! Лови гол! О! 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 Вот здорово! Поймал гол! Здорово бы нам от мамы влетело! Кто же в доме в мяч играет, а? Малыш! Но я хочу играть! Я же ребёнок! Мне нужен этот максимально полезный досуг! Какой досуг? Это же чемпионат мира! Финал! Смотри! Вон Мухтар Аршавкин побежал! Мухтар! Давай! Мухтар! Мухтар! Кричать! Я хочу с тобой играть! Ну, а ты... Ты убрал игрушки в своей комнате? Нет! Так давай, давай! Иди, прибери там всё! А потом... Потом поиграем! Ага! Я всё убрал! Давай играть! Уже? Ну, куда мазила? Ну, бей, бей! Ты зубы почистил? А что, уже ночь? А... А руки помыл? Ты же обещал, что я буду поигран и накормлен! Малыш, а давай я сейчас матч посмотрю, а потом с тобой поиграю! Хорошо? Но я сейчас хочу! А то ведь придётся всё маме рассказать! У нас перерыв на рекламу! Оставайтесь с нами! Ладно, хорошо! Давай быстренько поиграем и покушаем! Ха-ха-ха! Ну-ка! А теперь я хочу поиграть в кораблик! Ну вот, всё пропустил! Дружок, ну хочешь, я с тобой в футбол сыграю? Ну что, так и просидел весь вечер перед телевизором! Про малыша хоть не забыл из-за своего футбола? Нет! Ну, футбол футболом, а теперь посмотрим про жизнь грибов! Я специально на запись поставил! Такие передачи пропускать нельзя! Болейте с нами! Кричите с нами! Свистите с нами! Ведь сегодня финал! А-а-а! Вот я инфузория какая! Я же вместо грибов футбол записал! А-а-а! Генка! Ты гений! Тест на прочность Осторожно! Ух ты, пух ты! Зачем вам эта штуковина? Ты что? Это же Мегавиш! Сейф называется Несгораемый, Непотопляемый, Непробиваемый! В нём можно проводить любые опыты без угрозы для окружающих! Что-то он не выглядит у вас таким уж крепким! Да эта штука крепче всех нас вместе взятых! Гвоздь не в кеды! А сейчас мы тебе докажем! А чего доказывать? Я и так всё вижу! Вот так! Сейчас мы покажем тест на прочность! А где Малыш? Ты же не хочешь сказать, что он... Свистать всех наверх! Поднять паруса! Караба! Малыш в сифе! А! Думаю, нужно попробовать другой метод! Какой? Гвоздь мне в кеды! Он же Несгораемый, Непотопляемый, Непробиваемый! Ай-яй-яй-яй! Я говорю про научный метод! Нужно просто подобрать код! Ну, как там продвигается? Долго ещё? Не совсем понимаю, как это работает! Но по телевизору всё выглядело просто! Ой-ой-ой! Мы тонем! Помогите! Мы тонем! А ну, их эти научные методы! Малыш! Дружок тебя спасёт! Ай! Это они опыты проводят, без угрозы для окружающих! Генка, что ты там ещё придумал? Это называется решение задачи методом инверсии, то есть наоборот! Если мы не можем вытащить малыша из сейфа, значит, нужно создать ему комфортные условия для контакта с окружающим миром! Просверлим дырочки, малыш будет видеть и дышать! Ты что, хочешь его оставить там? Подумай о плюсах! Ведь главное, внутри сейфа малыш всегда будет в безопасности! Нет-нет! Ну, он же тогда вырастет квадратным! Бабах! Бдыщ! 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 Да, малыш, нам теперь от мамы такой бдыщ будет! Сила удара! Бабах нужен посильнее! Если приложить к сейфу достаточную силу, дверь вытеснит наружу! При этом малыш не пострадает! Теоретически! Сейчас злое чудо-юдо утопит ваш жалкий... Эй, а где мой кораблик? Мой кораблик! Малыш, ты сам выбрался! Ха-ха-ха! 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 О-о-о! Дина! Дина! Я же говорил, не крепкий он у вас! ПЕРЕВОСПИТАТЕЛИ Нам не суждено быть вместе! Но ты навсегда останешься в моём сердце! ПЕРЕВОСПИТАТЕЛИ Продолжение сериала «Собаки тоже плачут» ПЕРЕВОСПИТАТЕЛИ Да ладно тебе над этими страстями сопливыми рыдать! Мне бы твои проблемы! У них там идеальная жизнь! А у нас что? И у нас идеальная! Вот сейчас только от этой неидеальной оценки избавлюсь! И вообще всё будет идеально! ПЕРЕВОСПИТАТЕЛИ Держи! Для родной сестры ничего не жалко! ПЕРЕВОСПИТАТЕЛИ Нет в нашем мире гармонии! ПЕРЕВОСПИТАТЕЛИ Какой же всё-таки дружок несовершенный? А что, если его перевоспитать? ПЕРЕВОСПИТАТЕЛИ ПЕРЕВОСПИТАТЕЛИ Дружок, я решила сделать этот мир лучше! ПЕРЕВОСПИТАТЕЛИ Боюсь, у тебя нет выбора! Если ты, конечно, не хочешь, чтобы я показала маме с папой вот это! Э... Розочка, скажи, ты ведь пошутила, да? Мне не до шуток! Тебе придётся стать идеальным учеником, а не Аполтусом и разгильдяем! Но тебе-то зачем это нужно? Если в мире станет на одного двоечника меньше, мир станет чуточку лучше и совершеннее! Так что быстро принимайся за уроки! ПЕРЕВОСПИТАЛИ Роза, сделал! Так быстро? Сейчас проверим. А чего проверять-то? Если мы будем больше доверять друг другу, мир точно станет лучше. Не отвлекайся. Внимательнее. Роза, я не могу сосредоточиться, когда ты смотришь мне в затыло. Хорошо, я отвернусь. Нет, ты лучше выйди. А то я снова двойку получу. Ну, хорошо. На свежем воздухе... И думается, легче... Ладно. Роза, проверь, пожалуйста. Вот теперь ты всё решил правильно. Молодец, дружок. Роза! Ты не поверишь! Сегодня я в первый раз за домашнее задание пятёрку получил. Вот, смотри. И всё благодаря тебе. Ну, что? Мир стал лучше. Мир стал хуже. Пока я вчера с тобой возилась. Пока я вчера с тобой возилась, сама не успела уроки сделать. И двойку получила. Ну что, теперь моя очередь бороться с несовершенством. Первое место. Отдай! Стой! Не отдам! А ну-ка, стой, тебе говорят! Это всё из-за тебя! Ничего не из-за меня! Где мои очки? А ты стважная! А ну-ка, стой! Не догонишь! Нет! Отдай! Не догонишься, я запеть! О-о-о-о! Папа, пожалуйста! Сама такая... Ну вот, опять сыр-бор устроили. Это не виноват! Стой же ты! Ой, что здесь происходит? Что здесь происходит? Всё из-за неё! А не надо было, малыш, что она виновата! Это она во всём виновата! Это он! Я? Ну вообще, я виноват! Тихо! Давайте по очереди. Мам, мама, мама! Во всём виноват! Тихо! Малыш, тебе слово. Мы хотели первое место получить в телевизоре! В песенном конкурсе! А, дружок... Отдай, дружок, отдай камеру! Меня же оратором назначили! Не оратором, а оператором! Всё равно, отдай! Я буду оперировать! Ну ладно, оперируй! А я пошёл клип снимать! Дружок, ну отдай! Так же нечестно! А ты догони! Дружок! Ну дай мне камеру! О, Руда! А ты чего так вырядилась-то? У нас же Лиза солистка! Ну и что? А вдруг у Лизки ничего не получится? И я солисткой буду! Привет! Ну что? Вы меня уже снимаете? Лиза, какая ты сегодня красивая! Всё, начинаем! Генка, давай! Бубль номер один! Да, ты и я, ты и я, мы с тобой двузья! Ты и я, ты и я, мы с тобой двузья! Ты и я, ты и я, мы с тобой дву... Бубль номер два! Да, ты и я, ты и я, мы с тобой двузья! Ты и я, ты и я, мы с тобой двузья! Ты и я, ты и я, мы с тобой двузья! Ой-ой-ой! Опять не получилось! Пора включать сценические эффекты! Бубль номер следующий, Бубль! Да, ты и я, ты и я, мы с тобой двузья! Ты и я, ты и я, мы с тобой двузья! Ты и я, ты и я, мы с тобой двузья! Ты и я, ты и я, мы с тобой двузья! Ой, а почему у меня такой голос? Кажется, я сценический дым с гелием перепутал. Ещё один бубль. Ты и я, мы с тобой друзья. Ты и я, ты и я, мы с тобой друзья. Ты и я, ты и я, мы с тобой друзья. Да ты и я, ты и я, мы с тобой друзья. Ну вот теперь получилось. Ура! 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 Ну вот видите, всё у вас получилось. И что за сыр-бор вы тут устроили? Откуда я знал, что когда оперируешь, надо красную кнопочку нажимать? И ничего не стелось. Вот. А завтра последний день заявки принимают. Было бы из-за чего расстраиваться. Мы с вами немного порепетируем и снимем замечательный клип. Правда? Конечно, всё у нас получится. Ура! 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 Ты и я, ты и я, мы с тобой друзья. С другом нам легко и просто. С другом вместе веселей. Скажем малышам и взрослым, береги своих друзей. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Дети! Папа пришёл. Смотрите, что я принёс. О? Мы получили первое место в конкурсе. Ура! 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 Мой пис. А с чего это он твой? Правильно, он мой. И сюда! Эх, я сказал мой. Дайте. Эх, барбоскины, барбоскины. Опять сыр-бор устроили. Игры разума Поезд отправляется. Ту-ду! 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 Малыш, можно потише. Лучше подсчитай, сколько ножек у гусениц. У гусениц по шесть ножек, значит, всего двенадцать. Эх, стой! Теперь подсчитай, сколько будет. Двести семьдесят три плюс триста шестьдесят четыре. Вот и тишина. Шестьсот тридцать семь. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ах, малыш, кажется, тебе, как и мне, достались лучшие гены семьи Барбоскиных. Вдвоем мы сможем перевернуть весь научный мир, водрузить наш совместный интеллект на передовую собачьего знания. Ого. Так, мы должны по-настоящему развить твои способности. С сегодняшнего дня мы начинаем интенсивное погружение в удивительный мир точных наук. Молодец. Надо не так, а вот так. Это химическая реакция. А так действует сила притяжения Земли. А теперь ты получишь энциклопедические знания. А в третьей степени плюс Б в третьей степени равно А плюс Б минус С. Ну что ж, на сегодня хватит. Теперь можно и отдохнуть. Ага, отдохни. З в кубе минус корень из трёх и двух десятых равно корень из двух плюс корень из трёх в четвёртой степени. Малыш, не стоит переутомляться. Хочешь, давай поиграем. Смотри, я паровозик. Ту-ту! Ту-ту! Гена, можно потише? Не стоит уподобляться жителю Палеолита. Может, в машинке поиграем? Тр-р-р-р-р-р-р. Геннадий, я же попросил не мешать. Но ты же так любил игры, мультики, своего зайку. Смотри, он по тебе соскучился. Что? Да оставь ты эти формулы. Учиться, конечно, хорошо, но нельзя же забывать про своё детство. Да что ты ко мне привязался с этим детством И кстати, чем твое детство Было лучше Все свое время ты посвящал Книгам и науке Чему в свою очередь посвящено теперь и мое детство Ну что хорошего В игрушках или мультиках Все это малоинтеллектуальные глупости Не стоящие внимания ребенка А теперь извини Мне еще нужно решить пару примеров За десятый класс Что ты сделал с моим другом Верни мне прежнего малыша А ну стой Верни мне малыша Верни прежнего малыша Верни малыша Ух ты, бух ты Какие толстые книжки Ты мне почитаешь Как-нибудь в другой раз Попозже Годика через два Нет, лучше через пять Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Развитие таланта Ого, Лизка Ты теперь в наседки подалась Ой, малыш Ты почему в шапке? Ужин на плите Ну прям вообще Что происходит-то? Ну, ну Давай Ой Эй Вы чего здесь делаете? Ну Что случилось? Вы что, все оглохли? Я спрашиваю Почему вы сидите в ванной? Ой Итак, весь день Лиза 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 Заволчи! Почему? Я вчера Отпавила диск Со своими лучшими песнями На вадио И теперь готовлюсь К сольному концерту У меня будет настоящий концерт На большой сцене Как у самой Жанны Киски Ой Я просто в восторге А до концерта Можно помолчать? Ни за что! Отсутствие тленевки Это гибель для голоса Я должна репетировать постоянно А будете мне мешать Скажу маме Что не даете таланту Озвиваться А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а А это не въедно для связок? Нет! Сработало. Подозреваю, что шоколадка скоро закончится. Значит, нужно много шоколадок. Эх, Лизка всё это за неделю не съест. Тишина! Спасибо, я наелась. Больше не надо сладостей. Надо было ей снотворного в конфеты подложить. Придётся ждать, когда Лиза станет звездой и уедет на гастроли. Мы столько не продержимся. Я знаю, что нужно делать. Что, больше некому трубку снять? Алло. Это Лиза? Да. Это я. А это я. Жанна Киска! Лизонька, ты очень талантливая девочка. Но понимаешь, у тебя как раз сейчас формируется голос. И если ты его сорвёшь, то никогда не сможешь петь. Так что потерпи. Годика два. А лучше три. Да, хорошо. До свидания. Слышали? Я звезда! Ой, мне же нельзя кричать. Представляете? Я поднимаю трубку. А там... Жанна Киска! Что? Где? Ахахахаха Ой! Ай! Ну что такое? А что гудить-то? Да в чём же дело, наконец? Что за шум? Ну сколько можно шуметь? Добвое утво, я тут подумала, вас уж мне петь пока нельзя. Буду осваивать квампун. Не попадать же таланту. Нет! Девушки отдыхают И тут он подпрыгивает И в прыжке с разворота Одному бац, другому бац А это сзади, как кинет в него стул А он, вот давай, кинь меня подушкой Вот здорово Вообще Так, мама с папой сегодня задерживаются Мне как старший поручено уложить малыша А я что по-твоему делаю? Дружок, лучший укладчик малышей в мире Ага, расскажи, чем там кино закончилось? Эту историю дружок расскажет утром Когда тебя надо будет разбудить А сейчас ты должен спать А дружок уже идет в свою комнату Ха-ха, нет, дружок посидит здесь И получится, как надо укладывать детей спать Уже поздно Маленьким пора спать Не хочется Вот ни капельки Тогда посчитай овечек Закрой глаза и представь Как они идут мимо тебя И прыгают через забор А сколько овечек надо посчитать? Я только до десяти умею Ха-ха-ха-ха-ха-ха Тогда досчитай до десяти А потом начинай сначала А они одни идут Или с барашком? Могут и с барашком А как они прыгают? В шестом лепест. Да обыкновенно прыгают, как все четвероногие. Вот так, вот так. Браво, Роза. Вот это круто. Хорошо, что у меня билет в первом ряду. Тоже мне умник. Может, ты лучше знаешь, как укладывать малышей? Между прочим, знаю. В кино сегодня видел. Ты б ему еще соску предложил. Взирай на мастера. Молчи и учись. Смотри на маятник. Я погружаю тебя в гипнотический сон. Приходит спокойствие. Ты хочешь спать. 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 Эй, дружок. Браво, великий учитель. А теперь позвольте мне применить более традиционные методы. Давай-ка, малыш, я спою тебе колыбельную. Тогда и на ручках покачай. Мама всегда так делает. А я еще не сплю. По-моему, у некоторых старших маловато селенок. Смотри, как надо. Дружок, расстан. Ты же его хоронишь. Эй, ему же нравится. Вечно ты все портишь. Я порчу. Да ему спать надо. А ты только мешаешь. Я мешаю. Сама ничего не умеешь. Тоже мне старшая. Да, старшая. И малыша должна уложить я. Иди отсюда. Сама иди. Я бы его уже десять раз уложил. Малыш, ну чего ты? Мы тебя напугали, да? Да мы же это, не всерьез. Пошумим и успокоимся. Правда, Роза? Конечно. Может дать им валерьянки? Давай сразу снотворного. Папе всегда помогает. Не надо снотворного. Лучше книжку мне почитать. О, точно. Давай по очереди. Давай. За тридевять земель в тридесятом царстве жила была в самой высокой башне огромного замка. А в соседнем королевстве жил прекрасный принц. Да-да. Да, я уже дома. Кажется, все спят. Хорошо, что у нас старшие самостоятельные. Мам, у нас все в порядке. Все спят, свет выключен. Ух, стало ужасно. Я у дружка посплю, ладно? А то моя кровать занята. Спокойной ночи. Нобелевская премия Конфеты еще остались? Кончились. Скукотища! Известный химик-долматенец Таксович Пекинесов на пороге открытия тысячелетия. Он собирается изобрести состав, который откроет новые горизонты научного прогресса. Открытие достойное Нобелевской премии. Что еще за премия такая, Нобелевская? Это когда тебе много-много денег дают. И зачем химикам столько денег? Тук-тук-тук. Кенка, твою елунду научную прислали. Крайне признателен. А теперь извини, я сейчас занят. Хочу закончить один опыт. Это кардинально изменит всю нашу жизнь. И откроет новые горизонты научного прогресса? Очень может быть. Я тебе точно говорю, наш Генка на пороге великого открытия. Прямо как тот химик из журнала. И жидкость у него в плавилках такая же. Синяя. И костюм такой же. А вдруг ему тоже Нобелевскую премию дадут? Я бы у него тогда новый синтезатол пополосила. А я бы замок с бассейном. А я тогда целых два замка. Настолько замков Нобелевской премии явно не хватит. Тогда Геночка купит замок мне. А я тебя, так уж и быть, пущу к себе погостить. Хм, а почему это тебе? А потому, что когда Геночка попласил у тебя серебряное колечко для опытов, ты его послала во двор. Клад поискать. И даже палку ему дала землю пвастукивать. Думаешь, он это забыл? А когда он твое любимое платье перевел в газообразное состояние, обратно не смог. Ты что ему сказала? Что сказала, то сказала. Зато сейчас я пойду и отдам ему целых два платья. Геночка, Геночка, я тебе платье принесла. Мои самые лучшие. Геночка, братик, не бери платье. Возьми серебро. Генушка, смотри, какие платья. Знаешь, сколько из них газа можно наделать? Помнишь, ты говорил, что тебе надо серебро солить. На, засоли его как следует. Не солить, а окислять. Не слушай ее. Ты же видишь, что она ничего не понимает. Где твоя плавилка? Давай быстрее засунем туда эти платья. А ну, отойди. Не отойду. Да успокойтесь же, инфузории в туфельках. Что здесь происходит? Геночка, помнишь, ты как-то говорил, что тебе для опытов серебро нужно? Вот, бери. А у меня платья с блестками. Помнишь, как ты их растворял? Очень весело тогда было. Серебро и вправду пригодится. В качестве катализатора. Бе. А шелковое волокно можно использовать для синтеза белка. Хм. Геночка, только ты запомни на будущее. Я тебе три колечка дала. А вот Лизка, всего два платья. Блатик, два сногсшибательных бальных платья с большими блестками. Ну, если получилось, то есть тебя ждет великое будущее. По крайней мере, оно будет лучше настоящего. Итак, получилось. Собственно, что и следовало ожидать. И тебе теперь дадут Нобелевскую премию. Причем здесь Нобелевская премия? Ни разу не слышал, чтобы ее давали за средства от мух и тараканов. Зато это кардинально изменит нашу жизнь. У нас теперь мух не будет. А если бы у тебя на самом деле был свой замок, ты бы правда меня в гости позвала? Конечно. Миротворец Моя! Отдай быстро! Нет, моя! А почему это тебе с желтым помпончиком? Потому что я первая сказала! Моя! Вы чего это? А чего она? Я тоже хочу с желтым помпончиком! Это моя шапочка, ясно? Ты мне больше не сества! И ты мне! Да! Как же их помирить? Надо сделать для них что-нибудь хорошее. Идея! От розы от Лизы они так обрадуются! Группы с тобой друзья Угу с тобой друзья Ну Ой! 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 Лиза! Роза! Вредина! Сама ты вредина! Сломала мой телефон! Полюбуйся на мою юбку! Он совсем новенький! Не прощу! Отличный сюрприз! Кто бы говорил? А юбку? Юбку мне кто постевает? Не зли меня! А ты не кричи на меня! А ты не зли! А ты не кричи! Это всё из-за тебя! Теперь они никогда не помирятся! Оставь меня! Вместе нам не спастись! Нет! Я ни за что тебя не брошу! Спасибо тебе, сестра! Что бы я без тебя делала? Я счастлива, что ты жива! Давай больше никогда не ссориться! Давай! Идея! Малыш, пойдём пить чай! Пойдём, пойдём! Ой, а вы уже помирились? А чего из-за елунды долго ссориться? И не говори! Мы решили, что шапочки будем по очереди носить! Здорово! А я боялся, что вы больше никогда не помиритесь! Ахахаха! Вот ещё глупости! Да просто остыть надо было! Фуф! Ага! Ах! Ух ты, бух ты! Ах! Ой! 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 Ой, кошмар! Ой! Ну, мама! Ахахаха! Это всё из-за тебя! Нет! Это ты виновата! Ты должна была следить за малышом! А ты где была? А тебя не касается! Не зли меня! А ты не кричи на меня! Ну вот! Опять придётся что-то придумывать! Нет! Нет! Да ты виновата! Незаменимый дружок! Тридцать семь и шесть! Гвоздь мне в кеды! Вечно это простуда! Не вовремя! Вообще! У меня же дело в вагон! Некогда мне валяться! Подожду твои вагоны! Мама сказала! Постельный ежим! К тому же! Учитывая наши кровные узы! Будет вполне логично! Если мы поможем тебе в сложившейся ситуации! Да как вы поможете! Домашнее задание по труду не доделано! Сегодня ещё моя очередь квартиру убирать! А главное! Матч! За честь двора! Эх! Всё пропало! Да ладно! Не дела и были! Сплавимся! Не переживай, дружок! Матч состоится при любой погоде! Ух ты! Вот это чистота! Ух ты! Красивый стульчик! Я слегка усовершенствовал табуретку дружка! Думаю это лучше чем все его предыдущие недоделки! А я забил! Решающий гол! Команда решила, что мы теперь обойдёмся без дружка! А я убрала всю квартиру за десять минут! А дружок бы весь день копался! Что и требовалось доказать! Обойдёмся без дружка! Ох! Эй! Вы чего? Без дружка, без дружка, обойдёмся без дружка! А-а-а-а! Кх! Ой! Это ж просто сон, да? Ой, а где табуретка? Где швабра? Где мяч? Ну, значит, можете обойтись без меня! Не нужен, значит, дружок! Мы еще посмотрим, кто кому не нужен! Я вам всем докажу! Вот возьму, возьму и... О! Вот возьму и стану космонавтом! Гвоздь мне в скафандр! Улечу на орбиту и буду там летать! Пользу приносить! Раз я здесь все равно никому не нужен! Вы еще обо мне услышите! Дружок один к запуску готов! Начинаю обратный отсчет! Пять! Четыре! Для точной статистики измерим температуру еще разок! Прощай, семья! Я отправляюсь туда, где я нужен! Вам всем будет лучше без меня! Поехали! Наверное, температура подскочила! Интересно, с чего это вдруг ты сделал вывод, что ты нам не нужен? Вы все дела переделали за меня! И зачем я вам после этого? Еще есть температура! Ну, знаешь, все время я за тебя убегать не собираюсь! Тем более, я с верхних полок пыль не свихнула! Не дотягиваюсь потому что! Твое задание по труду я тоже не доделал! Возникли некоторые сложности с инструментами! Все-таки я больше теоретик, а не практик! А я забил решающий гол только в свои ворота! Значит, от меня есть польза! Я вам нужен! Тоже мне польза! Меч по двору гонять, до табуретки строгать! Ты нам нужен не потому что полезный, а потому что ты нам дорог! И если ты улетишь, мы будем скучать! Не сразу, конечно! Лиза! Но будем! Ха! Что бы вы без меня делали, бедолаги? Субтитры сделал DimaTorzok! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Во всех супермаркетах Щенячий восторг Всего за пять подарочных жетонов Щенячий восторг Наш девиз Пять жетонов и суперигра ваша! Пять жетонов? Хе-хе! Так... Гвоздь мне в кеды! Надо у девчонок спросить! У них должны были эти жетоны остаться! О! Вот и первый нормальный клиент! Если б нормальный! Это ж наш не я, Хайшалопай-двужок! Небось опять пьешил жетоны на свои игрушки компьютерные клянчить! Перетопчется! Вот засада! Что? Название, говорю, у вас хорошее! Лиза Роза! А про неряху этого напрасно! Я к вам, между прочим, за этим... Как его... За имиджем! Добратился по адресу! В этих вопросах мы здесь самые лучшие! Присаживайся! Красавчик ты наш! Не вертись! Уши купирую! Оккупированные ушки сейчас не носят! Стань им красным! О! Что ты творишь? Я же сказала, красным! Нет! Сейчас в моде зеленый! Это ты еще зеленая! Нужно было красным! А я говорю зеленым! Красным! А я говорю зеленым! Красным! Зеленым! 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 Какой-нибудь очередной глупости. Компьютерные игры, например. А вот и нет. Я недавно почувствовал страшную тягу к знаниям. И решил приобрести за пять жетонов большую собачью энциклопедию. Твой вклад будет неоценен. Знаю, ты хочешь сказать, как ты тронут. И какой я молодец, что взялся за ум. Не стоит лишних слов, брат. А больше жетонов нет? Нет. О, ты куда это собрался? Гений за жетончиком. И если мы сложим все наши жетончики, их можно обменять на аквариум с рыбкой. Сестренки мне свое же обещали. А последний ты мне дашь. Ладно? Глупости! Лучше обменять эти жетоны на новую игру про гончего пса. Игра только для тебя. А рыбка, она красивая. Она для всех. Гончий пес борется со злом во всем мире. Он должен победить злобного Злайкина во что бы то ни стало. Но ведь рыбка для всех. Чего тебе объяснять? Ха, и все дела. Ты... Ты хуже злобного Злайкина. Вот ты кто. Вот. А как же твоя игра? А теперь ты не поможешь гончему псу победить злобного Злайкина? Считай, что я с ним уже разделался. Можешь не бояться никаких Злайкиных. Кто красивее? Лиза, сегодня твоя очередь со мной гулять. Ты что, не видишь? Я улоки делаю. Иди с Лозой погуляй. Она как раз куда-то намылилась. И ничего и не намылилась. Я читаю. Интересненько. К чему тогда весь этот боевой лосквас? Девушка всегда должна быть красивой, чтобы встретить свою судьбу в полном вооружении. Вот вдруг, сейчас раздастся звонок в дверь, я открываю, а на пороге, ну, ну, например, настоящий Брэд Питбуль. А он что, номер квартиры перепутал? Ничего смешного. Представляешь, он видит меня и ошеломленный моей красотой приглашает меня на главную роль в фильме. Звездный дебют Барбоскиной в новом фильме Брэда Питбуля. Барбоскина! Ура! Наш хоккейм! Можете писать! Барбоскина! Это моя пресс-конференция. Не видишь, что ли? Барбоскина написано. А я, по-твоему, кто? Я самая настоящая Барбоскина. Я тоже в кино хочу. На главную роль. Главную роль может сыграть лишь одна единственная. Вот значит, я и буду этой одной единственной. Ой-ой-ой, да ты еще на горшок не отучилась ходить. В этом мое преимущество. Я моложе. А я красивее. Но это мы еще посмотрим. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ой, девочки, какие вы разноцветные! Ой, Лизка, теперь точно главная роль твоя. Я же тебе говорила. Ага, роль Бабы-Яги. А ты, а ты, глизнуля, такие в кино вообще не бегут. Где мое новое платье? Не то. Ой, ужас. У меня тоже новое платье есть. Не то. Да где же оно? Не то. Ай-я-я-я. Ну вообще, не то. Не то, не то. Где же оно? Ну вот. Это, между прочим, мое платье. А ты мне сама его отдала, когда оно тебе мало стало. А теперь назад забираю. Быстро снимай. А-а-а, а ты мамины бусы снимай. Она тебе их бродь не разрешала. А ты, ты мамин браслет нацепила. Снимай. Ой, кто-то пришел. Я все маме его скажу. А мама и так знает, что я красивее. Я красивее. И Лольфкина будет моя. Вот и не будет. Будет моя. Малыш, открой дверь. Не видишь, мы заняты. Моя. Моя. Все равно я красивее. Простите, я Брэд Питбул. Первый раз в ваш город. Я из Каткина студия. Немножечко заблуждаться. Ух ты, пух ты. А я вас в журнале видел. Но мама с папой мне не разрешает с чужими разговаривать. А вообще, сестренка, мы обе хороши. В смысле, красавицы. Ага. Хоть куда. Главное, судьбу свою не упустить. Да, ты и я, ты и я, мы с тобой друзья. Да, ты и я, ты и я, мы с тобой друзья. А ты и я, ты и я, мы с тобой друзья. С другом нам легко и просто. С другом вместе веселей Скажем малышам и взрослым Береги своих друзей Ты и я, ты и я, мы с тобой друзья Ты и я, ты и я, мы с тобой друзья Ты и я, ты и я, мы с тобой друзья Ты и я, ты и я, мы с тобой друзья Субтитры подогнал «Симон»